я нифига не успеваю рассказать байку за одну минуту переснимаю сегодня мы провели зарядку трубовых патронов своим способом домашним самым бюджетным способ я использую уже как сказал более наверно 30 лет о котором я прочитал в журнале охота и охотничье хозяйство которое выпускалось в советские времена где-то может быть конце 80-х годов в начале 90-х не помню кто автор суть заключается в следующем то есть для того чтобы патрон был имел стабильный бой кучность резкость ноги за счет этого чуть-чуть можно было увеличить дальность стрельбы смысл в чем смысл в том чтобы при зарядке учитывались грубо говоря физически с точки зрения физики все нюансы что мы делаем то есть визуально осматриваем дробь круглая ли не круглая то есть соответственно не круглая дробь она не даст хорошего результата далее для того чтобы она не деформировалась момент выстрела мы уменьшаем согласно рекомендации применяя по порох сокол не 2 и 3 грамма а 2 и 2 и в двух вариантах заряжаем первый вариант это на порох выглядит вот так на порох мы ложим картонную прокладку толстую не знаю миллиметра два два с половиной далее ложится войлочный пыш на него ложится древесного локтистый пыш и картонная прокладочка перед дробью дробь ложим заряжаемую единицу 35 грамм и пересыпаем обыкновенным крахмалом до тех пор пока вся дробь не перемешается смысл в чем за счет картонной прокладки и войлочного пыша создаем обтюрацию самым дешевым способом древесного волокнистый пыш при выходе из канала ствола не разобьет дробь 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 дроби с ног с ног дроби то есть как это можно сделать вот такой пыш контейнер так ну и соответственно крахмал он обладает тем свойством все знают кто ходится что момент выстрела проходя канал от ствола особенно на дульном сужение дробь деформируется меньше тем самым она сохранит свою круглую форму и будет продолжать движение то есть дальше аэродинамика да понятно чем круглее дробь тем она полетит дальше ровнее и кучнее второй способ заряжения патронов берем вот такой пыш контейнер и разрезаем его отрезаем обтюратор отрезаем контейнер еще раз покажу дело с очень быстро и простым ножом раз и два сам больше укидываться на ту же навеску дроби пороха 2 и 2 грамма значит мы уменьшим обтюратор можно маленько досыльником 1 жать чуть-чуть чтобы он плотнее сел понятно но с определенной силой тут уже так сказать по практике чтобы он и воздух выходил не плавно опускаем значит обтюратор пластмассовый дальше мы ложим один войлочный пыш на войлочный пыш ложим тоненькую дробовую бумажную прокладку я открываю контейнер те же 35 грамм также засыпаем крахмалом получается за счет того что пыш контейнер занимает место кажется что дробь занимает более большое количество дробей но на самом деле дробь что в контейнером патроне что не в контейнерном патроне все бюджетно все просто кто пробовал знает кто не пробовал советую отстрелять самозарядные патроны и ваше удивление не будет знать границы так что если кому что раз я еще говорю интересно 1 мая у нас откроется хода мы можем отстрелять патроны пишите так сейчас следующий залет используя разобранный пыш контейнер то есть будем использовать обтюратор от него чуть-чуть его разожмем так сильно не надо стараться вот тяжело выходить воздух и так и соответственно тяжело будет вставлять его туда сейчас мы аккуратно вставим аккуратно садим его на порог да он уже пошел туда и это хорошо досадили так теперь второй вставляем так тихонечко вот видите очень вставили обтюраторы берем выбираем 2 войлочных пыжа приблизительно одинакового размера так 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 посадили посадили так теперь поздравляем древесного локтистой пышки сюда не войдет его контейнер занимает место да на пышку положим прокладочку Дармовую прокладку Пробная для образца сделана Заготовки Сейчас померяем В принципе, я думаю, около дела Лепестки Кто советует Кто не советует Я разрываю На той же контейнере Чтобы он Открылся Моментально При вылете Из канала стола И Не мешал Дальнейшему полету дроби Так Дальше 35 грамм дроби Так Все У нас Так Мы скинули Так Мы скинули Ум Ум Да Пол дробины не могу Так Раз Дальше делаем то же самое, берем крахмал и засыпаем над пакетом, берем крахмал и засыпаем над пакетом. Для того, чтобы дело шло веселее, можно сделать вот так, еще раз всем начинающим, особенно охотникам, советую слушать охотников, которые с опытом, читать литературу. Сейчас средств и информации в виде интернета полно. Звучит музыка. Так, вот этот хватит, а в этот я еще чуть-чуть добавлю. Причем рекомендации, что можно засыпать мелким опилком и еще чем-то. Дальше дробь, чтобы она не деформировалась. Много. Результат такой. всегда в пользу крахмала. Дальше, как обычно, утрясли крахмал и заодно утрясли дробь. И переходим к крахмалу. Крайним процедурам это закрутка патронов. Так, ребята, маленько я забыл, что у нас здесь должна быть буковка К. Писать в патроне не очень удобно, контейнер, потому что даже в прозрачном патроне контейнера с крыхмалом видно не будет. Теперь берем закруточку и закручиваем. Кому будет интересно, обращайтесь. Придет сезон весенней охоты. Кому надо, можем показать разницу. Очередная байка про охоту. В связи с тем, что мы все ждем весны, байка посвящена опять глухариному току. Очередной охотник пошел со мной, чтобы добыть глухаря. Подхожу у товарища глухарю. Раннее утро, очень темно, видны только кроны деревьев. Сам лес в полной темноте. Пришли, чувствую, что глухарь на выстреле, насмотреть не могу. Чувствую, что глухарь начинает спотыкаться. И чего вы думаете, глухарь сидит в пятнадцати метрах на маленькой елке на вершине. Даю команду стрелять. Охотник стреляет. Гухарь как сидел, так и сидит. Но петь бросил. Я ему говорю, второй ствол. Второй ствол. Никакой реакции не движется. Человек остолбенел, то ли адреналина перебрал. Пришлось взять резко ружье из его рук и произвести прицельный выстрел. И так мы добыли глухаря.